В сентябре в подвале начали ремонт, выбивали стены, вывозили, неизвестно там, вывозили постоянно кирпичи, все что было, все выбили, а потом завезли лук, ну никто не знал, там говорили или бар будет, или какой-то склад, что будет, ну а сейчас вот увидели, что начало в подъезде вонять, у всех подъездах дома. Да, такой запах лука сильный, никто не знал, что, вчера произошла поломка электрики в доме, там неизвестно, может они подключали свою электрику и у нас вольтаж прыгнул до 260-280 вольт, да, потому что вызвали электриков, да, думали, что все же может перегореть, электрики туда зашли и увидели там, что выращивает лук зеленый, то есть они там поставили уже стационарные стеллажи и выращивают лук в промышленных масштабах. До пятого этажа там дыхать невозможно, в квартирах уже начинается запах. То есть все канализации, это все тянет, все наверх, то есть иванизму невозможно, дыхать невозможно, то есть а дети маленькие и все прочее. Не, ну это ненормально, конечно, в подвале выращивать. В жилом доме таке завести. А куда вы обращались? Ну мы никуда еще пока не обращались, это недавно только узнали. Ну не знали от чего это, думали, может там лук просто в сетках хранится и завонялся. Не есть и шо? Да, оказывается вот такое там производство. Ну никто же даже никого не пускал. Вызывали полицию, приехала полиция, посмотрели, они даже их не пустили внутрь. Они говорят, документы у них есть, непонятно какие, непонятно что и все, их внутрь не пускают. То есть это мы уже вот зашли и увидели, что они там выбили и как сделали. А они сделали как сплошной подвал, целиком, чтобы поставить все стеллажи. Да. То есть неизвестно, нужно или архитектора, чтобы там увидели какие стены выбили, что они правильно, неправильно, как и что сделали. Если, получается, не пропал бы свет, то этого тоже видео бы ничего не было. Ну да. То есть до сих пор бы не знали, что там делается. Просто был бы запах. Да, неизвестно, что они подключали, потому что у них там постоянный свет, отопление. Может они к нашему свету и подключили и по счетчикам, не по счетчикам, тоже уж ничего не известно, как это все организовано. Спасибо.